Здравствуйте! У нас сегодня в гостях академик, директор Института фундаментальных парадилем биологии Владимир Анатольевич Шувалов. И будем мы сегодня говорить о фотобиологии, да? Так называется. И я вот хотел к вам обратиться с таким вопросом, рассказом. Я на выставке изобретения «Архимед» встретил девушку одну симпатичную. Она рассказывала о своей работе. И вот её работа была такова. Смысл её. Они экспериментировали с культурой дрожжей. Вот этих вот грибков одноклеточных. И они их убивали. Убивали, а потом пытались оживить. Известно, это вы биологи всегда так сначала искалечить, а потом будете лечить. И вот они совсем убивали. То есть всё это убито, это разорваны мембраны клеточные. Это значит перепутаны все эти нити ДНК. А как они пытались оживить? Они пытались оживить светом. Тоже в фотобиологии. Они монохроматором на разных длинных волн облучали. И вот их терпение было вознаграждено тем, что они нашли три длины волны. У них монохроматор был узкий такой, узкий спектр 5 нанометров. Вот так вот. Нашли три длины волны, на которых происходило некое чудо. Вдруг начинала репарация этих разрушенных белков, репарация ДНК. И вот эти худо-бедно оживали и начинали продолжать свой род эти самые бактерии. Вот такая вот сенсационная вещь. В принципе, говорят, это воскрешение из мёртвых. Так, глядившие, можно воскресить и большой объект. Да? Начнёт тут убит, всё, мёртвые, черви завелись, отсветили, и всё. Вот очень здорово. Вот. Но я не знаю, я не думаю, что вы подтвердили или опровергнете. Потому что этим, видимо, вы не занимались конкретно, да? Нет. Ну, хотя это невероятно, мне кажется, да? Ну, немножко странно, конечно, что, видимо, свет может, скажем, так сказать, восстанавливать ДНК. А, это не свет восстанавливается. Смотрите как. Вот подходите вы к автомобилю, вот эта вот штучка такая. Она что-то излучает радиоволны. Вот на нужной длине волны, пипик, и ваш автомобиль там вот открывает звери, например, там заводит двигатель. Он вообще реагирует на вашу пипик, да? И вот там что-то там такое настроенное на эту длину волны, это тоже электромагнитные волны. Какая разница? Вы можете в инфракрасном диапазоне пипик делать, да? Телевизором управляете, управляете компьютером. Всё через ИК, порт, да? И вот тут он тоже на эту длину волны как пипик, и реагирует, и всё воскресает там. Какая-то вот система репарации есть. Ну а что, вот у нас в компьютере, например, перепуталась вся информация, да? А вы запускаете специальную программу, да? И она всё выстраивает, всё чинит, ремонтирует. Есть такие программы. Да, вот. И может вот этот самый пипик там, там что-то такое есть в клетках, что пока мы ещё не знаем. Ведь ещё совсем недавно структура клетки представлялась совсем... Ну не совсем такой, как сейчас, да? Она представляется. Да? Ну правильно, да. Вы говорите, в заключении того, что сравнивать вот так вот биологическую систему... С автомобилем? С автомобилем. Вы считаете, что автомобиль сложнее биологической системы? Она, скорее всего, наоборот. Он не сложнее. Он, наоборот, проще, конечно. Конечно, проще. И то, что вы объясняете, как вы направляете инфракрасное излучение, и там идёт, так сказать, перестройка... Включая, и там что-то включается. Ну правильно. Там какой-то аварийный блок, который включается, всё устанавливается. Совершенно верно, да. Но это всё приспособлено в машине для того, чтобы включалось от этого излучения. А простите, а в нас не приспособлено? Вот желудок, лёгкие сердца, глаза, и так приспособлено здорово. Ну да, нет, вы говорите о дрожьях. Ну о дрожьях. О том, что там разрушается ДНК, скажем, которая перестает давать информацию о синтезе белков там, и так далее, и так далее. И тут вы вдруг начинаете облучать, видимо, светом. Определённый сигнал подаём. Ну, как терминатор включается, запасной источник питания, он... Но дело в том, что, так сказать, всё зависит от того, как вы ДНК разрушили, конечно. Если вы ДНК разрушили ультрафиолетом, это значит, что вы порвали связи между нуклеотидами, какие-то нуклеотиды были, так сказать, выбиты, какие-то нуклеотиды перестали встраиваться туда, куда надо, и так далее, и так далее. А видимость... Я вам скажу, именно это компьютерные вирусы делают с содержимым жёсткого диска. Ну, наверное. А потом антивирус всё это может починить. А это тоже такая же программа. Нет, всё правильно, да. Но вот в биологии существуют так называемые шаппероны. Так. Это такая структура, которая состоит из белков в частности, через которые протягиваются, скажем, другие структуры, повреждённые. Ага. Но структура уже готова, но не ДНК. А те же самые белки могут быть. И она их ремонтирует. И вот они, проходя сквозь шапперон, восстанавливают свою правильную, там, вторичную, так сказать, ретичную структуру и так далее. Это всё делается в биологии. А шапперон – это вообще такой плач, такой вот на голову. Вот красная шапочка – это на самом деле, так сказать, шапперон в французском тексте. Это у нас перевели, не смотрели, в словарь перевели. Шапперон, ну шапо, наверное. Шапо, рушь, шапперон, рушь. Да, это вот специально, так сказать, приготовленная биологическая эволюция для того, чтобы действительно происходила репарация повреждённых молекул белка. То есть это постоянно ремонтируют у нас, да? Да, ну конечно. То есть это как вот у нас есть антивирус с компьютером, постоянно вот так вот просматривать всё так. Совершенно верно. ДНК, там ведь существуют парные, так сказать, рибосомы, я извиняюсь, парные гены, которые размещаются в хромосомах, которые имеют, так сказать, тоже барное фактическое строение. То есть если у вас что-то нарушилось в одной паре, то вторая пара это, так сказать, замещает. И более того, первая пара, она тоже начинает восстанавливаться за счёт того, что вторая пара даёт правильную информацию о том, как должна быть выложена структура ДНК. Вот так кажется, как компьютер работает, и как работает репарация в клетке, да? Совершенно верно. А то, что вы говорите о видимом свете, который может зарепарировать ДНК... Не, не видимый свет, он команду даёт вот этому шаперону какому-то, а может быть супер-мега шаперону или супер-нано шаперону. Ну, знаете, для меня фотобиолога, это, конечно, звучит несколько, так сказать, необычно. Я бы сказал, не очень уверен я в том, что это на самом деле может быть. Вот. Что касается самой фотобиологии, то это очень, так сказать, широкий, изучающая наука, широкий круг вопросов, включающий и фотосинтез, и зрение, и фототаксис, и много других всяких процессов. Фототаксис, что такое? Это реакция на свет, когда, скажем, микроорганизм с помощью своего жгутика начинает перемещаться в пространстве. Именно, так сказать, на то излучение, которое вы используете, или природа использует, так сказать, к свету. Совершенно верно. Почувствовал он. Да. И тянется он за счёт вот этих процессов фототаксиса в сторону, значит, имеющегося излучения, имеющегося света. Это тоже довольно сложный процесс, в котором участвуют специальные рецепторы, которые заставляют вращаться жгутик в том или другом направлении, и клетка реагирует на это всё, на эти сигналы, и начинает передвигаться действительно в сторону, скажем, излучения, или наоборот. Какой же механизм вот этой реакции фототаксиса? Вот каков механизм зрения? Это мы в школе проходили, это мы всё знаем, там всякие рецепторы есть химические, там у них наполнение, а тут фототаксис. Ну, это похоже на зрение. Это тоже там, так сказать, молекулы, похожие на ретиналь, которые на свет реагируют. Что такое? Это половина молекулы картиноида, так грубо говоря. А картиноид это? Ну, картиноид это вот то, что... Ну, это все знают, я понимаю. Все академики это знают в вашем отделении биологии. Ну, да, вот когда листья начинают, так сказать, выцветать, зелёная окраска пропадает, это хлорофилл разрушается, поэтому зелёная окраска пропадает. Но картиноиды, которые есть тоже в листьях растения, они другого цвета, они красного, там, бывает бурого, они так быстро не разрушаются, как хлорофилл. И в результате, так сказать, листья, прежде чем опасть, они становятся красными, так сказать, жёлтыми, там и прочее, вот эта вся палитра цветов, которые есть, это за счёт того, что вот цветает хлорофилл, который преобладает, конечно, по окраске, окраску картиноидов. То есть, это не листья пожелтели, это хлорофилл распался. Это хлорофилл, да. Перестал быть зелёным. Да, совершенно верно, да. Вот она что. Вот. Ну, конечно, самый главный процесс, который существует на Земле, это... Нет, как всё-таки этот микроорганизм-то ориентируется? Он, значит, в своём теле, в своей клетке единственной, содержит вещества, чувствительные к свету, да? Ну, откуда он знает, откуда свет-то идёт? Вот. Ну, вот у нас глаз, у мухи глаз, там, я не знаю, вот у медузы даже есть вот эти какие-то там чувствительные, он знает, с какой стороны свет. А этот-то как? А наклетка? Это тоже похоже на то, что, так сказать, есть у неё глаз, но только это не глаз, так сказать, в нормальном смысле этого слова. У нас у всех, у мух, у слонов, у людей глаза многоклеточные. Да, но ведь, когда свет поглощается ретиналем, скажем, да, то подстраивается движение... Ретиналем, то есть, молекула этого вещества поглощается? Ну, да, конечно. Там цис-трансфотоизомеризация происходит, и там меняются электронные структуры, это молекулы. Сейчас цис-трансизомеризация, значит, есть изомерные молекулы, а цис-это с разных сторон у неё, значит, приспособлены, так сказать, состыкованы с ней довески, да? Ну, там ординарные двойные связи. Вот с разной стороны это транс, а с одной стороны это цис называется измерить. И вот она переходит, да, так, поворачивает. Совершенно верно, совершенно верно. То есть, раньше это было вот так, как-то вот, а там раз и повернулся, понятно. Да, вот этот процесс сопровождается, естественно, изменением электронной структуры вокруг этой молекулы, и это заставляет протон, скажем, вот, в зрении, протон передвигаться с одной стороны мембраны на другую. То есть, ионизированный атом водорода. Ну, конечно. Углепротон, да. Ну, да. Который, наверняка, связан с молекулами воды. А это приводит к тому, что у нас возникает градиент протонов, и, в конце концов, так сказать, это приводит к различным реакциям. Электрическая разность потенциала, достаточно получить вольтметр, и поймём, что идёт вследствие. Совершенно верно, да. Ну, и вот в случае фототаксиса, о котором вы так беспокоитесь. Да, забеспокоился. Да. То это, конечно, тоже связано с тем, что возникает мембранный потенциал, и фактически клетка настроена на то, чтобы этот мембранный потенциал становился всё больше и больше, и она начинает переориентироваться. И вот, когда он становится наибольшим, так сказать, при определённом положении клетки в пространстве, то клетка начинает двигаться с помощью этого жгутика именно в направлении увеличения вот этого потенциала. Ну, это вот такое грубое, так сказать, биофизическое объяснение всего этого. То есть, это некий такой технический объект, на самом деле, получается. Ну, конечно, да. Его можно использовать для технических целей, вы хотите сказать, конечно. А, кстати говоря, свет, он должен, видимо, обладать некими каталитическими свойствами. Я вот помню, вот в курсе химии школьной, там, значит, такой пример был. Значит, это некий сосуд, в нём смесь двух газов, водород и кислород. Вот так он смеется, смеется. А вот стоит её поставить на солнышко, эта смесь, в ней будет идти реакция химическая, будет аж хлор образовываться, соленокислота. Вот, это, собственно говоря, почему происходит свет, значит, возбуждает молекулы, наверное, хлора, да? И она, значит, бум, реагирует с водородом. Ну, конечно, она переходит в возбуждённое состояние, более активное. А вот тут-то ведь тоже всему, чем вы реагируете. Наверное, и так всё это загар, наверное, так же объясняется вот у нас. Мы же загораем на солнышке. Ну, конечно, да. Раз, что-нибудь там это... Ну, вот интересное, конечно, применение фотобиологии в фотодинамической терапии, о которой мы с вами уже говорили. Это фактически то же самое, как и многие другие процессы, которые происходят в молекулокрасителе, окрашенных соединений. Когда вы возбуждаете такие молекулы, то они в возбужденном состоянии переносят своё возбуждение на молекулы кислорода, которые, так сказать, в невозбужденном состоянии находятся в триплетном состоянии. А когда всё наоборот, обычно, так сказать, в синглентном состоянии, а вот кислорода... Триплетное, это значит, у неё спин... Два спина параллельно. Да, спина не единица. Обычная, так сказать, молекулка. Спин единица. То есть, спин единица, потому что они, значит, параллельные. И поэтому он может иметь три проекции, да? Да. Триплетное состояние. Триплетное. У неё, значит, спин ноль суммарный. Да. И поэтому, значит, два С плюс один состояние, а тут одно состояние. Вот такое. Совершенно верно, да. И синглентное состояние более активно, поскольку это возбуждённое. Это в десятом классе в школе учат вот этому. Да. Оно более активное, и оно начинает проявлять свою активность в разрушении всяких биологических структур. Окислять, ну, прежде всего, окислять. И окислять липидные молекулы, которые в двойной связи. Жиры. Она вообще реагирует на двойные связи. Она разрывает их и прицепляется своей структурой, так сказать. Получается, китом какой-то, да? Ну, да, типа того. Ну, более сложная, на самом деле. Более сложная. Но самое главное, что фотодинамическая терапия заключается в том, что вы в опухоль так или иначе вводите вот такой краситель. Это может быть просто-напросто через пищеварительную систему, потому что такие красители еще к ним прицепляются какие-то чувствительные к тканям, так сказать, молекулярные осадки, которые устремляются к опухоли, в конце концов. То есть, как бы химический рецептор такой, да? Ну, да, и накапливаются в опухоли, что самое главное. Потому что, если не накапливаются в опухоли, то трудно потом со сфером работать. Кстати, это классический прием у вас. Также вот первое лекарство от сифилиса вот именно так работало, да? Да, да. Тоже некий краситель, который почему-то окрашивал спирохеты. Да. Ну, и то, что он нес, он убивал. Совершенно верно. И убивается, значит, так. Когда у вас вот такие молекулы красителей накапливаются в опухоли, опухоли начинают облучаться длиной волны, которая совпадает с поглощением красителя. И тем самым краситель переходит в возбужденное состояние и переносит это возбужденное состояние на кислород, который во всех тканях, естественно, присутствует в достаточном количестве. И вот тогда триплетный кислород переходит в синглетный кислород, а синглетный кислород начинает свое разрушительное действие. В результате опухоль под действием такого излучения погибает. И это... Это есть химиотерапия? Это фотодинамическая терапия, так называется, да. И впервые этот эффект был обнаружен в 1900 году в Мюнхенском институте, просто-напросто, так сказать, студентом, который проверял там какую-то активность по, значит, рекомендации своего профессора и нашел вот такую вещь, как освещение светом красителя в тканях приводит к разрушению этих тканей. И потом уже этот профессор понял, что это можно использовать для разрушения опухоли. Если мы накапливаем краситель в опухоли и начинаем облучать эту опухоль, она, в конце концов, начинает разрушаться. Но, конечно, там много препятствий на пути вот такого оздоровления из-за того, что краситель, если накапливается в большой концентрации, он поглощает прежде всего излучение на поверхности, а внутрь излучение уже не доходит, хотя там красителя достаточно. И нужно подбирать концентрацию красителя для того, чтобы, так сказать, достаточно опроникало излучение в глубокие, так сказать, от поверхности ткани. И, в конце концов, пришли к выводу, что нужно подбирать красители и излучение в ближней инфракрасной области, которые хорошо пропускают тканью, так сказать, организма. И такие красители находятся, они специально даже синтезируются. И излучение, естественно, так сказать, сейчас применяется лазерное излучение. Ну, скажем, на титан-сапфире оно вообще в инфракрасной области сделано. 800 нанометров максимум, а начинается оно от 500 нанометров, кончается где-то 1100, там, и далее. Титан-сапфир – это, значит, кристалл титан-сапфировый, чем-то активированный наверняка. Титан и алюминий-2О3. То есть алюминий-2О3 активированный титаном, да? Ну, конечно, да. Берется сапфир-кристалл, и туда внедряются вот атомы титана. И вот, так сказать, лазеры на этом кристалле, они вот так вот излучают. Совершенно верно. И они что, так сказать, имеют перестраиваемую длину волны? Перестраиваемую длину волны, да. В зависимости от... ...вы можете получить вот излучение от 500, даже еще меньше нанометров, до 1100, там где-то. У нас примерно 5 минут осталось. Вот, может быть, про действие очень, так сказать, коротких, как это слово назвать, фемто-секундных импульсов. Фемто, да. Фемто – это 10 минус какой степени? 10 минус 15. 10 минус 15. Сумасшедшее время. За это время света, я не знаю, проходит ли он расстояние, сравнимое с размером молекулы. По-моему, нет, да? Ну, да, у него, так сказать, длина волны где-то около микрон. Фемто-секунда – это микрон. Ну, да. Скоро по этому, значит, умножить на... А, сколько он? Сейчас мы умножим на 3, на 10 в десятой степени. Скорость света, да. Да. А это 10 минус 15. Да, это, получается, микронный. Совершенно, да. Ну, это, конечно, не размер молекулы. Это будет размер клетки. Да, это размер клетки или органеллы клетки там и так далее. Но очень удобный, конечно, вот этот титан-софир для именно фемто-секундных, генерации фемто-секундных импульсов. Ну, не потому что, так сказать, он исходно имеет фемто-секундную длительность, скажем, излучения. Он широкий спектр излучения титана, широкий. Вот, как я говорил, от 500 до 1000, там, 100 нанометров. И специалисты, которые делают фемто-секундные лазеры, они сначала делали на родомине 6G, который излучение дает довольно узкое. И с помощью второго красителя, там, два красителя используются в системе, можно было получать и получать, в принципе, сейчас тоже, фемто-секундные импульсы. А вот титан-софир... То, о чем вы сказали, это принцип неопределенности Гейзенберга, да? Совершенно верно. Дельта-Т на дельта-Е. Да, да. Тут, значит, чем уже импульс, тем больше его полоса. Ну, совершенно верно, совершенно верно. И вот в результате того, что физики разработали вот такой фемто-секундный лазер на титан-софире, это достаточно простая система, достаточно стабильная, которую можно использовать при временном разрешении, ну, от 10 фемто-секунд, меньше, конечно, можно получать, но очень трудно работать с такими импульсами. Да, там, соответственно, 50, там, 100 фемто-секунд. Вот в Америке, в Европе, у нас тоже, мы используем излучение порядка 15-20 фемто-секунд. А для чего это можно использовать? В чем прелесть? Для изучения, например, первичных процессов фотосинтеза. А-а-а. Там настолько быстро происходит, не только возбуждение, возбуждение происходит моментально, там, вот, за фемто-секунды, а перенос электроны идет за сотни фемто-секунд. Вот, это показано уже. Первичное разделение зарядов, так сказать, между, там, скажем, молекулами хлорофилов, первичного дона электрона, димери хлорофилов, идет за сотню, там, полторы-сотни фемто-секунд. То есть, если вы, скажем, пошлете два импульса с интервалом, там, ну, в 50, так сказать, фемто-секунд друг от друга, да, то еще не успеет произойти, вот, так сказать, двухфотонный процесс какой-то, да? Оно еще не дошло возбуждение до конца. Да. А вот если через 200 фемто-секунд уже возбудился, бум, уже сработало, да? Совершенно верно, да. И вот с помощью таких излучателей можно исследовать детально не только перенос электродов, но, например, движение ядер в системе, потому что ядра, они движутся, ну, со временем примерно сотни фемто-секунд, ну, там, пикосекунды тоже доходит, зависимости от размера ядер. А также внутри, внутри атомные ядра, внутри молекулы. Ага, то есть там не только электронные облака, но еще и ядра не имеют четко зафиксированных мест, да? Нет, они зафиксированы, безусловно, но движутся. Ну, движутся, нет, электроны тоже зафиксированы в виде электронных облаков, но они то же как-то фок Thyme. Ну, конечно, да, совершенно верно, да. И ядра, так сказать, движутся, ну, конечно, на маленькие расстояния. Ну, естественно, они же тяжёленькие, они же своё место знают. Десяток далее экстрема, и они, кстати, осциллируют когерентно при таком излучении, потому что много систем возбуждается одновременно, и они одновременно начинают двигаться. А на какой же длине волны они, вот какая частота их колебаний? Ну, это порядка, скажешь, да, это порядка 120, на 2, на 2, на 2, 240 фемтосекунд период колебания. Вот это вот период вот этого вот ядерного резонанса, время вот у нас не стекло. Да, вторая частота, это где-то 1 пикосекунда период, и, соответственно, частота где-то в районе 33 обратных сантиметров. Время кончилось. Время, да. Время наше кончилось. Спасибо вам большое. Не фемтосекунда не осталась. Да. Ну, вот как приятно пообщаться со знающим делом человеком, вот всегда вот когда с академиком общаешься, это совсем не то, что вот с доктором, например, или с член-кореспондентом. Ну, с член-кореспондентом, да. Не, правда, правда. Всего доброго вам. Спасибо. Спасибо. И публике нашей спасибо за внимание. Всех вам благ.